Добрый вечер! Спасибо большое, что вы сегодня пришли в пресс-клуб на встречу с командой, которая устраивает месяц фото в Минске уже в шестой раз в этом году, и это прекрасно. Спасибо вам большое за то, что вы делаете это событие в нашем городе. Ну и сегодня мы будем говорить о разных вещах. Я думаю, что, наверное, мы охватим не все, что будет интересно, поэтому вы будете задавать ваши вопросы. Итак, я вам представлю, кто сегодня пришел. Естественно, директор месяца фото Андрей Ленкевич. Директор месяца фото или коллектива? Они шутят, что он заслуженный, но мы согласимся. Андрей Ленкевич, Антонина Стебур, куратор, тоже большая работа, и Ольга Бубич у нас сегодня также в команде месяца фото. Это арт-критик. Наверняка вы читали многие замечательные тексты Ольги на разных площадках. Также Ольга занималась, я так понимаю, собранием всех этих больших текстов для месяца фото. Я, на самом деле, хотела для затравки и вот так вот сразу в лоб у Андрея спросить. Андрей, ты и сам работал в журналистике, да, то есть ты знаешь этот мир изнутри. И скажи, пожалуйста, вот все эти годы, когда ты делал этот фестиваль, что тебя удивляло в поведении журналистов, в вопросах журналистов? И какие, может быть, случаи были с забавдой, незабавдой, да, что хотелось сделать или не хотелось сделать с ними? Расскажи, пожалуйста, о твоем опыте работы уже в качестве устроителя фестиваля. Есть два ответа. Один короткий. Я ушел из журналистики, потому что я был внутри журналистики, а второй более широкий. Конечно, очень трагично отвечать на два вопроса, которые всегда задаются. Где вы берете деньги и о чем ваш фестиваль? Потому что понятно, что большинство журналистов, у них нет просто времени или желания. И планы, как вы начали. Да, и что вы будете делать дальше. Посмотреть, о чем это. И я всегда ждал вопроса про концепцию фестиваля, вопроса, почему вы это делаете, кто эти люди. Но это вопрос, кстати, никогда не было заданным. Никогда не было вопроса, а как же вот эта выставка попала к вам? Потому что всегда у журналистов, наверное, очень много всяких разных заданий в разных областях. И они, к сожалению, коллеги мои, они просто приходят, потому что их послали сегодня вечером, ну, например, на месяц фотографии. И, значит, сегодня будем не говорить про месяц фотографии. Я помню, очень была смешная история, не в прямом эфире, конечно, какое-то там Доброе утро, ОНТ или что-то еще. И вот мы сидим, и журналисту дали текст про месяц фотографии, он читает. Ну, то есть вот мы сейчас будем говорить, он читает, и говорит, ага, а так это вы фестиваль делаете про фотографию? Ага, ну хорошо. И поехали. Вот. Ну, наверное, это такая специфика позиции культуры в этом обществе. И как бы я это прекрасно понимаю, принимаю. И вчера был интересный вопрос от Сергея Пукста. Он сказал, вот там сколько-то лет назад вы говорили, что 10 тысяч человек приходят на выставку максимум в этой стране. И я сказал, ну, да, это та аудитория, которая вообще существует. И даже голые женщины, боюсь, что не соберут больше, если они будут в виде фотографий. Вот. Другие формы искусства. Просто та форма искусства, которую мы предлагаем, она реально собирает вот такое количество людей. Это статистическая погрешность для этого города. Но, наверное, два дня назад я поверил в то, что вы все время обсуждали, и Тонио меня убеждало в последний раз, что аудитория растет. Да, на открытии было намного больше людей, чем обычно. И это было реально приятно, потому что пришла куча молодых ребят. И вот тут я бы продолжил разговор про журналистику. Ребята, которые вообще не смотрят тех журналистов, которые пришли. Они не смотрят телевизор. Вот мои соседи по деревне сегодня пришли ко мне и сказали, так ты, оказывается, знаменитый? Мы тебя же видели вчера по телеку. Я говорю, нет. Но как нет? Ты же в телеке. Так вот, это такой парадокс, мне кажется, что, с одной стороны, мы разговариваем с журналистами, которые работают и хотим получить телевидение, а, с другой стороны, на открытии 90% людей, которые вообще не знают, как включаются телевизоры. А мои соседи по даче, это, конечно, два человека, но они очень важны для меня. Но это не наша аудитория, потому что каждый год они получают пригласительные, и они никогда не приезжают на фестиваль. Ну, в общем, получается, что ваша аудитория – это все-таки не те, кто смотрит телевизор в подавляющем большинстве. Ну, я думаю, что наоборот. Те, кто не смотрит телевизор – это наша аудитория. Ну, естественно. Ну, мне кажется, что это… Мы можем… Вот, смотрите, мы можем спросить. Вот кто смотрит? Давайте спросим. Кто смотрит телевизор? Поднимите, пожалуйста, руку. Ну, ты мульти… Ну, мультики. Мультики. А что ты смотрит телевизор? А новости кто смотрит? Ну, как-то по телевизору сегодня аудитория наша здесь не смотрит. И это такая крутая штука. Вот сейчас придут молодое поколение наших волонтеров. Основное поколение вот сидит там сзади и играет. Привет. Я потом бы очень хотел, чтобы дали тоже голос и сказали про свой опыт. Обязательно. Нихо. А придут 12-летние девчонки, которые в этом году помогали. И у меня был опыт с одной из них быть в отпуске две недели. И что-то был мне шок, что у нас в номере стоял такой двухметровый телевизор. Так вот они за две недели даже не попробовали его включить. То есть у них вообще не было такой функции в жизни, что ты пришел, у тебя стоит телевизор, и его надо включить. Так, Андрей, он же в руку не помещается, телевизор-то зачем он нужен? Но давайте поговорим все-таки немного еще о журналистике. В том плане, что да, ты затронул, ты говоришь, что журналисты спрашивают о том, сколько это стоит, откуда вы взяли денег. И вот это вот все хочется поговорить о главном, о важном. И я бы хотела, наверное, спросить у тебя и у Ольги, насколько вообще, и у Антонины, потому что, ну, у всех, да, у кого есть что ответить, присоединяйтесь, пожалуйста, что у нас вообще с культурной журналистикой происходит, как много в процентном соотношении журналистов, которые способны написать именно такие глубокие какие-то вещи о том, что же это за месяц фото в Минске, потому что, ну, мы знаем, что опыт, например, прихода на телевидение, ну, это поверхностные. Ну, я могу привести пример из практики своей преподавания в БГУ. В том числе я вела английский язык, не по полной программе, там, некоторые группы на журфаке. Вот. И, естественно, как бы интересуясь фотографией и постоянно, будучи вовлеченной в арт-культурное и фотополе, пыталась водить своих студентов на выставки, в том числе, которые были связаны с месяцем фотографии, то, что была линия выставок молодых белорусских фотографов, которая также под инициативой Андрея Ленкевича была организована в арт-пространстве цех, не могут журналисты про это писать, им просто не хватает нужного уровня критических навыков. И когда я спрашивала своих студентов, которые, в принципе, уже через год были выпускниками, ну, в смысле, через предпоследних курсов, в какой области они хотели бы работать, самый популярный вопрос, точнее, ответ, я думаю, можно догадаться, какой, это спорт. Вот. Без... не хочу дискриминировать или дискредитировать спорт, но есть некоторое предположение, что там все-таки такого серьезного культурного багажа не нужно для того, чтобы про него писать. Вот. А то, что касается культуры, арты и так далее, конечно, нужна определенная подготовленность и, ну, способность вписывания вообще в контекст того, что они видят. И, наверное, логично, что такие вот вопросы появляются. А по поводу вопроса, где вы берете деньги, я думаю, что все смотрят Дудя, и поэтому многие журналисты считают, что это очень крутой, смелый, провокационный и интересный вопрос. А как вы думаете, вот Ольге еще, а какой вот сегодня в этой сфере может быть крутой провокационный вопрос? Ну, не про деньги. Ну, смотрите, все же зависит от контекста. То есть один такой универсальный вопрос, если бы я сейчас озвучила, не знаю, существует ли он вообще. Ну, подскажите, а пускай задают другой провокационный вопрос. Все, ну, смотрите, как арт-критик вам хочу сказать, что все обуславливается контекстом. Каждый текст рождается в ситуации, да, то есть дискурсивной некой. Кто делал выставку, что там показывается, где показывается, в какое время и так далее. Поэтому такого вопроса, мне кажется, просто нет. Спасибо. Хочу представить Валерию, которая, мне кажется, проделала просто фантастический путь. И от помощи нам, да, с графическим дизайном до такого полноценного архитектора, который просто работает над полным архитектурным проектом всех наших экспозиций, включая и справа фестиваль, на котором мы работали, и два месяца назад и последнюю экспозицию, которая, конечно, таким просто верхом архитектурного блаженства для меня такого. Архитектор выставки. Да, выставочных проектов наших, да, не только. И черрифты, и решения материалов, и так далее. Андрей, ну, может быть, тогда полностью представить Валерия? Мартынова. Валерия Мартынова. Я озвучу. Ну, можно я скажу? Потому что вот я, когда шел сюда, думал, надо что-то важное сказать. Потому что я всегда во время интервью знаю, что мне нужно сказать. А те вопросы, которые ждут журналистов, это, конечно, интересно, но это не важно. Потому что ты всегда приходишь с какой-то программой, и она у тебя есть. Ну, это очевидно, мне кажется, так большинство людей поступает. Спасибо журналистам, конечно, но есть вещи, которые ты знаешь, что нужно донести. И вот я дошел, как раз понял про историю с Валерией, и мне кажется, что это и есть, если мне спросить, что такое место фотографии на самом деле, не институция, все красота, эти выставки, а на самом деле такая передача опыта. Или получение опыта. Какая передача? Получение, потому что его же нет нигде. И поэтому не про деньги разговор всегда, а разговор про атмосферу, про людей и про эту возможность просто поработать, что-то сделать. Потому что на данный момент единственный фестиваль такой в стране. И понятно, что только здесь можно прийти, увидеть, как строятся экспозиции, как выбирается, как работается с партнерами, как они приходят, прилетают гости, разговаривают с гостями, возить их. Да, одна из наших волонтеров приехала встречать гостей с французским флагом, они прилетели с Францией, они, конечно, растаяли. И просто они говорили, вы вообще сумасшедшие какие-то, так вообще не бывает нигде. Но это было не подстроено, она просто любит Францию и приехала с флагом. Да, и это было... И они вообще не верили, что они так попали, что с ними проводили целые дни. Потому что, понятно, да, все приезжают на фестиваль, все такие крутые, сами добираются, сели, поговорили, им заплатили гонорары, они улетели. И у нас все было по-другому, да, они приехали, у нас никаких гонораров нет, просто приехали. И поэтому бесплатное портфолио-ревью, и они бесплатно все это делали. Но они уехали такие выдушевленные. Вот, поэтому это все только про это, про такие разговоры и передачи. И поэтому, конечно, все время обновляется команда, просто потому что... А кто остается? Вот, ты сейчас вспомни так вот немножечко, 6 лет, да, 6-й год, остаются те, кто сегодня здесь, да? Оля, Антонина, мне кажется, 5 лет или 4. Ну, вот что-то около этого. Но это тоже такое устройство, Лера 3, да, или 4 года? Да. Ну, приблизительно 4. Просто много людей, которые там делают свои вещи, или уехали учиться в другие страны, как Оля Сосновская с Лешей Борисенком, да, они в Скандинавии и в Вене. Вот. То есть это очень по-разному происходит. С другой стороны, вот как кураторы, да, Дина в прошлом году курирует фестиваль, ей досталась, конечно, сложная работа, потому что работы уже были выбраны, и нужно было работать с материалом, который был. В этом году был более простой, я вот хотел бы Тоне передать. Потому что Тоня сама уже целый год собирала то, что получилось в этом году. Да, давайте передадим Тоне микрофон. Тоня, такой вот вопрос, наверное, которого ждет куратор. Тема выставки, вообще объединяющая все вот эти блоки, проекты, она очень актуальна для Беларуси и продолжает быть актуальной. Но и месяц фото, он так или иначе, он всегда работает с историей, с памятью, потому что, ну, понятно, что фотофиксация – это всегда что-то связанное с временем. Но настолько он в этом году гармоничен. И расскажи, пожалуйста, чем, может быть, как-то работа твоя отличается из года в год, если это есть. Тема выставки – история. Но изначально, когда я думала об истории, было понятно, что я бы не хотела разговаривать об истории. Ну, поскольку, смотрите, как вы правильно сказали, фотография сделана, через секунду может становиться артефактом истории. Но и мне не хотелось, с одной стороны, как-то совсем раздувать эту тему, с другой стороны, уходить в некое такое ностальгическое прочтение, вот, как бы, возврата к прошлому, всплакнуть ненароком, найти наши корни и все остальное. Скорее, хотелось поговорить об истории в социально-критическом, в политическом и даже в идеологическом ключе. Поговорить об истории, как формируется история, как проблематизируется. Соответственно, история не дана нам, а мы ее формируем, мы ее рассказываем из всего огромного событий, цикла событий. Мы выбираем какие-то отдельные, что-то включаем, что-то исключаем, каким-то образом выстраиваем эту иерархию. И становится понятно, что вот этот сам процесс рассказа истории, он, естественно, определяется экономически, политически. Важный вопрос, кто говорит, с какой точки говорит, и, соответственно, чьи голоса нам не слышны. И в этом смысле, безусловно, там рассказаны какие-то отдельные истории и примеры через исторические события. Но мне показалось важным, что роль художника как раз-таки в этой связи может быть не только иллюстративная, то есть рассказать или снять репортаж о событии. Сколько такая как раз социально-критическая дать нам эту рамку о том, что история – это рассказ, который пишется победителем, как мы знаем, и, соответственно, она имеет какое-то измерение социально-критическое, политическое, идеологическое. В общем, поэтому об этом была выставка, и мне показалось, что крайне важно об этом поговорить в белорусском контексте в связи с постоянным желанием выстроить одну тотальную историю от сотворения времен до наших дней. И, соответственно, в которой бы не было лакун, зазоров, разрывов, где бы одно событие гармонично вытекало бы с другого и выглядело очень логично. Поэтому ось выставки формируется через три белорусских, всего художников четыре белорусских представлены на выставке, но основная такая кураторская ось, она, в общем-то, формируется через три проекта молодых белорусских художников, которые работают с фотографическим медиумом. Это Максим Ясинский, Маша Светогор, Сергей Гудилин. Тут вот есть кусочек Сергея Гудилина, да. Вот, и вокруг этих трех проектов сформированы остальные проекты, в том числе, как бы, абсолютно разные географически, абсолютно разные исторически, абсолютно разные концептуально. Приходите на выставку, что я могу вам сказать, и завтра в 12.00 будет кураторская экскурсия. Поэтому, наверное, можно более подробно поговорить о концепции, о том, как можно читать выставку. И еще в 20-х числах, да, тут не помню, 24-го или 25-го, куда я вам тоже советую, в том числе и журналистам, прийти на лекцию Андрея Ленкевича, который будет рассказывать о фотографии. Потому что очень важно, и здесь, как бы, на этой выставке мы постарались соблюсти баланс и показать, какая разная может быть фотография. Например, работы Калажемеша Светогор, в которых она не фотографирует, она просто вырезает готовое изображение. Или, например, Симона Мэннера, немецкого фотографа, немецкого художника, который просто предъявляет нам закрытый архив, тем самым, как бы, заставляя нас рефлексировать, тем самым сам совершает такую критическую рефлексию над тем, что такое политика, архив скрытая, открытая. В общем, и мне кажется, в этом контексте очень интересно будет послушать лекцию Андрея Ленкевича, ибо все мы считаем себя очень сведущими. У нас есть огромный пользовательский опыт фотографий благодаря Инстаграму, Фейсбуку и всему остальному, что создает для нас иллюзию того, что с фотографией-то все понятно. А на самом деле, как бы, как раз-таки именно из-за этого с фотографией все непонятно. Мне кажется, Алексей Андреев в этом отношении, возможно, прояснит для вас, почему можно быть фотографом, не взяв камеру в руки, например. Ну, в общем-то, все. Спасибо, Тони. Вот такой еще уточняющий вопрос. Может быть, даже не вопрос, а просто я бы хотела, чтобы не только ты, но и все высказались на такую тему. Сегодня любое современное, наверное, искусство, оно на грани дисциплин, и все самое интересное приходится как раз вот на этих промежутках между-между-между. В этом, конечно, здесь мы видим и концептуальное искусство, и фотографию, и здесь все вот эти измышления, это, опять же, исторические какие-то тоже идеи, мысли, и про публичную историю, и все остальное. Вообще, ну, я опять о своем, да? То есть вот оцените, пожалуйста, вот проект этого года, потому что, ну, тот же Сергей Гудилин, он работает и как журналист, да? То есть насколько сегодня вот профессия журналиста, она включена вообще вот в такие концептуальные проекты, и как, может быть, можно сказать, что она может участвовать именно в современном искусстве, да? Либо не может она участвовать? Ну, вот какие-то теории. Как раз мы, так, недавно с Анной Самарской, с другим участником нашей команды, обсуждая фотографии нулевых, задались вопросом, почему вот в нулевых появилась и распространилась такая метафизическая фотография, и на которую возлагали большие надежды, однако сейчас со стороны дистанции мы видим, что выстрелы какие-то другие в искусстве, выстрелили какие-то другие фотографические практики, ибо исторически в истории белорусской фотографии фотография всегда в русле искусства вызывала, вызревала в поле художественной фотографии. Как раз в нулевые произошел такой интересный поворот, в котором вдруг неожиданно как раз-таки контемпорари-арт фотографы, и фотографы, которые сегодня интересны, вот, например, Андрей Ленкевич, возникают не из поля художественной фотографии, а из поля репортажной фотографии, из поля журналистики. Когда мы обсуждали, почему, мы подумали о том, что как раз-таки именно вот эта журналистская рамка, репортажная рамка дает тебе социально-критический ракурс, потому что ты включен внутрь происходящего, она задает тебе сразу не рамку, ты думаешь не только рамкой красиво выстроенного кадра, сколько еще вот этого концептуального исследовательского аппарата. И, мне кажется, в этом смысле действительно очень много людей, которые сформировали белорусскую фотографию, когда мы говорим именно о фотографии в поле современного искусства, они выходцы из... или так или иначе работают, и как бы как художники, и как фотографы-репортажники. Но мы должны понимать, что вот это вот при этом все, мы должны очень четко понимать, что существует грань между просто репортажной фотографией и тем, чтобы это стало, собственно говоря, проектом современного искусства. Поэтому, например, безусловно, там, не знаю, вы будете на выставке, вы, конечно, это заметите, здесь проект Сергея Гудилина, он, безусловно, вырос из его репортажной оптики, но выполнен он совершенно в другом ключе. То есть, и, безусловно, все, тот материал, который он предоставляет нам, он не мог бы предоставить в силу, там, ограниченности медиа, в силу определенных правил игры, то, что возможно на выставке, невозможно в медиа, и наоборот. Ну, то есть, мы же понимаем любой medium is a message, то есть, соответственно, мы же понимаем, что каждое пространство организуют своими правилами. Поэтому, мне кажется, конечно, и наш опыт свидетельствует о том, конечно, репортажная фотография крайне важна, потому что у художника формируется вот эта вот оптика интереса и чуткость к вот этим социальным, политическим, критическим моментам, которые происходят в нашей стране. Но не обязательно. И при этом мы должны понимать, что не каждый репортажный фотограф его можно расценить как художника, который занимается в поле современного искусства. Ну, вот, наверное, так. Я еще, пока все думают, скажу, вот. Раз мы говорили про выставку, и Андрей уже начал говорить про архитектурное решение, Валерия, наверное, ничего не скажет. Но на самом деле в этом году выставка сложилась не только благодаря подбору проектов, но и такой хорошей связки концептуально и, то есть концептуально, и в том числе ее визуальному решению, который, в общем-то, был очень, то есть, который очень интересно. То есть мы не просто разместили работы, а создали некое общее пространство, где проекты друг с другом взаимодействуют. И такое у нас была сразу идея сделать пространство площади, потому что история, потому что историческое событие, история — это то, что происходит в публичной сфере, и даже если оно происходит в приватной сфере, мы это событие должны вытащить и проанализировать из приватной сферы в публичную сферу. Но после определенных эскизов мы вдруг поняли, что у нас не просто какая-то площадь визрева, это вполне конкретная Минская площадь, это площадь независимости, которая одновременно является триггером для нас всех, потому что на ней долгий период времени проходили как манифестации власти, так и ее сопротивление. Вот то есть зритель прям физически, оказывается, проходит через узкий коридор метро, оказывается на площади с выстроенным прозрачным дворцом правительства, домом правительства, и, в общем, это все дополнительные смыслы создает, которые очень важны в данном отношении в этой выставке и ее концепции. Но я должна вернуть вас к вопросу о репортаже, репортажной фотографии и контемпориаре арт-фотографии. Если у кого-то есть что добавить, потому что Тоня очень, очень отлично ответила, по-моему, как раз услышала тот самый вопрос. Может быть, Андрей Ленкевич про свой опыт репортера и контемпориартиста расскажет? Нет. Расскажи тогда, пожалуйста, вот с какого момента появился архитектор в проекте? Ты сразу понял, что нужна такая позиция? Почему я сказал нет? Потому что я сейчас вернулся к очень традиционной фотографии. И мне так нравится это, что наигравшись в современную, я просто чувствую, чем я хочу заниматься. Такая красота просто. Это вот простой прямой фотографии. Просто так соскучился. Поэтому рассказывать не о чем. Вот там через год, когда будет готово. Я думаю, что это все родилось благодаря Валерии, потому что нас консультировали два года «The Robbing Architects». Но они закидывали идеи, а Валерия их допиливала, реализовывала. И потом стало понятно, что нам, наверное, не нужно никого спрашивать, если Валерия может прекрасно справляться и подсказывать, как архитектурные решения могут быть, такие материалы. И это просто стало очень, мне кажется, органичным так родилось. Может, Валерия, вы расскажете как-то. Ну, на самом деле, первый раз Андрей всерьез пригласил меня как дизайнера поучаствовать в фестивале три года назад. И на тот момент я разрабатывала только оформление выставки. Мы подбирали цвета, мы делали подписи, тексты. Это было очень сложное задание, о котором я рассказывала друзьям, и мы это оценивали в своем кругу. Андрей просил вписать текст в квадрат, потому что тема выставки перекликалась с конструктивизмом. У нас были, с Робием предлагали подвесить стены, и мы выстраивали кубы такие. Поэтому мы решили как раз таки допилить эту тему и делали тексты в виде квадратов. Это очень круто перекликалось и с типографией, с шрифтами. Мы подбирали шрифт того времени, который использовали в Баухаузе. И у нас получилась такая гармоничная, законченная выставка. В последующие годы мы уже постарались традицию поддержать. И начиная со следующего, 2018, я уже выступала в качестве архитектора. Мы работали с Диной. У нас была, конечно, очень сложная задача вписать очень много проектов в то помещение, которое было. Поэтому, к сожалению, разгуляться так, как в этом году нам не получилось. И мы впервые, по-моему, решили подойти к выставке с точки зрения того, как человек будет ее смотреть. Мы прорабатывали то, как будет проходить человек, то, что он будет видеть. Потому что в данный момент архитектура в пространстве галереи, она играла вместе с фотографией. И она должна была подчеркнуть фотографию, чтобы она находилась на своем месте, чтобы она выглядела выигрышно, чтобы зритель воспринимал ее так, как мы хотим показать. И это был первый год, когда мы печатали фотографии в таком широком формате, практически на всю стену. Это была такая игра с зрителем на ассоциации. В этом году мы ее продолжили. И мне кажется, что в плане истории, в плане темы истории, мы пытались создать вот эти ассоциации, которые есть у людей в наше время. Допустим, если говорить о площади, у нас сразу возникает такой момент, когда мы представляем какой-то дворец. Ну, по крайней мере, в Беларуси и в Минске. Поэтому мы взяли дом правительства. Мы не копировали его, но мы взяли основные формы, вот эту ярусность, движение вперед. Мы дали возможность зрителю ходить так, как он хочет. Мы не ограничили его стенами. И это была наша главная задача, позволить делать то, что нужно зрителю. Другие ассоциации, которые были, это там стоят кубы 1968-го, и мы просто обмотали их лентой, которые напоминают вот эти вот ограждения, которые выставляют полицейские, милиция во время протестов. И каждая конструкция, она пытается рассказать историю проекта. В этом была задача архитектора, чтобы показать на каком-то подсознательном уровне, чтобы человек ощущал экспозицию и чувствовал ее по-своему. В общем-то, в этом и заключалась наша совместная работа. Я считаю, что... Я, наверное, представлю, вдруг кто-то не знает. Дина Данилович. Дина Данилович, да. Тоже куратор. В прошлом году было аккуратно. Ну и фотограф. И фотограф, да. И художник. И ведущий научный сотрудник. Я хочу сказать, что есть только... То есть, все мы подчинены только одному. То есть, нет никакой свободы, потому что самое главное в экспозиции – это проекты. И они диктуют. То есть, ты оставляешь свои какие-то там... То есть, не то, что ты находишься в каком-то там... В какой-то кабале, как бы, да. Но диктат... То есть, главное – это показать проекты. Максимально ясно, точно. Каждый проект должен прозвучать. Общая история должна прозвучать. Общая логика проекта. И мы должны направлять зрителя. Ему, с одной стороны, должно быть комфортно в пространстве, да. Ему должно быть максимально комфортно, простите, потреблять этот культурный продукт, да. Который мы ему даем. Но при этом, для того, чтобы эта общая логика выстраивалась, мы его ведем. И для этого... То есть, пространство как раз работает на это, на все. То есть, вот эти задачи. То есть, комфортное пространство, максимально хорошо подающие проекты, работающие на общую логику и концепцию, вот. И при этом все-таки немного управляющие, не немного, а управляющие зрителем. И в этом, на самом деле, нет чего плохого, это правильно. Ну, то есть, если ты куратор, как бы, да, и ты ведешь за собой зрителя для того, чтобы он прочитал твою идею, твою мысль. Не знаю. Ответила я или нет? Спасибо. У нас тут состав постоянно меняется. Андрей материализуется, наверное, через какое-то время. Хотела бы добавить по поводу экспозиции прошлого года. У нас с Диной была идея, которую, возможно, невозможно, а точно никто не знает. Но так как экспозиция и вообще фестиваль этого года прошлого был связан с темой юбилея, главная наша задача, не задача, а в плане мы вырисовывали движение зрителя таким образом, как будто оно повторяет круг времени. То есть, эта экспозиция была полностью замкнута. И, возможно, кто-то в какое-то время немножко был недоволен тем, что люди путались. Но на самом деле мы четко ввели зрителя именно по кругу. Если в этом году мы не ограничивали его ничем, в прошлом году мы пытались его максимально провести по маршруту вот этого временного отрезка. И каждый проект был выставлен именно в том месте, в котором мы хотели его показать. И были проекты, которые требовали абсолютной изоляции. Например, прекрасный проект Покрыцкого. В этом зале зрителю было не очень, наверное, весело и комфортно. Эти красные стены, очень жесткая структура. Но зрителю не должно быть весело на выставке современного искусства, ребята. Ну, то есть, простите. Не в экспозиции Стэнли Грина, не в экспозиции Покрыцкого. То есть, как бы, я еще раз повторю. То есть, эффект и то, о чем говорит художник, те эмоции, которые он хочет вызвать у зрителя, мы должны сделать все для того, чтобы зритель их максимально испытал. А какие они, зависит от того, о чем проект и о чем говорит автор. Вот. Ну, я еще хочу сказать, что, конечно, я жесткий диктатор. И Лере пришлось тяжеловато. Вот. Вот. Но мне кажется, что, я не знаю, как бы Лера и Андрей, я вот, я довольна безумно, как бы, экспозицией могу говорить. Вот. И это было, там, ну, не знаю, буду всем говорить спасибо, а больше, раз уж я здесь. Вот. Потому что было очень круто. Можно я завершу этот прекрасный разговор? Про что все было круто? Нет, ну, почти. Девчонки едут. Я думаю, что для меня, я сейчас буду переходить вот в новое, я заметил за собой огромную трансформацию, потому что я тоже человек, все контролирующий, понимающий и чувствующий процессы. Но я думаю, что вот к этому году я уже пришел к тому, что нужно очень много процессов, к счастью, отпускать. И там два года назад болезнь, которая у меня появилась, и которая тоже показала, что нельзя все понимать, знать, контролировать и делать. И для меня это, наверное, только один из главных результатов тоже моего опыта. А с другой стороны, я вот, как появилось кураторство, это мои просто такие внутренние рассуждения, потому что я тоже наверняка, как многие из нас, был очень сильно очарован большими фестивалями, большими именами кураторов. Я всегда был уверен, что нужно ехать туда, и у них там так красиво. А их всегда привозить, они всему научат, нам пораставят, покрасят. А потом какое-то приходит понимание того, что нет, мы вообще и сами можем чуть-чуть разобраться, и как по-другому получить опыт. И поэтому, вместо того, чтобы к чему я два года шел, позвать большого куратора, и мы с ГЭТ-ниститутом обсуждали, и чтобы было понятно, мы договорились с очень крутым куратором, который в тот момент на Витсанском биеннале делал экспозицию для Германии. И он мог уже через два года к нам приехать. Потом стало понятно, что нет, нам не надо такие, спасибо, конечно. Но лучше, чтобы мы все получали этот важный опыт, и работали, и делали, потому что, а где его тогда получать? С одной стороны это, а с другой стороны куратор и чувствует контекст вообще больше, наверное, да? То есть ты научился делегировать, например? Хорошо. Андрей все равно главный, он скромничает. Он главный, который умеет делегировать, хорошо. Давайте мы, наверное, попросим еще часть механизма высказаться. Ольга, расскажите, пожалуйста, о вашей роли вот в этом проекте, потому что мы сегодня рассказываем про команду, кто что... Ну, так понятно. Сделать такой проект незамечательные механизмы не смог. Ну, на самом деле, мы говорим сегодня про команду, да? То есть мы понимаем, что Андрей в команде делегирует. Я шучу. Дирижирует. Дирижирует, да, извини. Но на самом деле это шутка. Я понимаю, что каждый из вас имеет огромный блок. Кураторы, мы понимаем, что делает архитектор пространства тоже. Ольга, расскажите нашим зрителям сегодняшним, что в проекте делает арт-критик. Ну, арт-критиком это вы меня назвали? Да, просто лоб. Как это или формируется? Нет, ну, хорошо. Я понимаю, что в этом проекте вы на другой позиции. Расскажите, что вы делаете и что для фестиваля, что для месяца фото вы делаете? Смотрите, у меня есть визитка, на ней написано два слова «фото» и «текст». Вот, поэтому я пишу тексты, да. Участвовала, к счастью, да, два года назад, в том числе как фотограф, показывала часть своего проекта долговременного, посвященного проектам чернобыльских детей. Но сейчас вот вернутся, если месяц фотографии в Минске. Ну, на самом деле, я работала с текстами, как редактор этих текстов. Некоторые тексты, наверное, первых несколько лет пресс-релиза и так далее. Я их писала как журналист, да, скорее, не как арт-критик. Ну, и в том числе перевод на английский язык. Так как я лингвист по образованию. И сайт наш существует на двух языках, на белорусском, на английском. Этот английский должен кто-то порождать. Да, ну, и так как все-таки мы работаем как команда, поэтому есть возможность всегда, узнав тему определенного года, предложить проекты, которые мы знаем, которые могут туда войти. В прошлом году мне удалось тоже, чему очень рада, поспособствовать появлению в рамках проекта двух имен. Это Жан Кичун, китайский фотограф, чья работа была представлена в таком большом красивом формате пловцов китайских, переплывающих на желтую реку с большим портретом лидера бывшего. И второй проект, сигаретная пачка, который стоял на входе, возле которой многие фотографировались, это китайский, нельзя сказать, фотограф, да, то есть скорее художник, работающий с медиумом фотографии, в том числе Томас Савин. Проект был посвящен традиции зажигания сигарет невестой у всех элементов механизма мужского пола, присутствующих на свадьбе. Вот, так что, в принципе, я думаю, что моя роль достаточно проста, прозрачна и очень интересна. А как вот Андрей, опять же, как много он сейчас, да, то есть опять же, не давит ли, делегирует ли и прочее. То есть становится ли, например, с каждым годом работы больше, либо наоборот уже механизм отлажен и это становится все проще. Если это вопрос ко мне, то я сама себе механизм, вот, поэтому английский я перевожу, и мне не нужно ни с кем его сверять, собственно. Вот, поэтому нет, не давит, нет, конечно. А что у вас в этом году вообще нового появилось, да, вот в месяце фото, то, чего вообще не было? Что я уехал на неделю монтажа. И для меня это был, наверное, самый большой крутой опыт, потому что, когда наши гости приезжали, я их встречал в аэропорту, они говорили, «В смысле ты здесь? А монтаж? А люди? А как вообще?» Вот для меня это был, наверное, самый такой главный результат, что мы так было устроено в этом году, что мне не нужно было руководить ничем и вмешиваться. Конечно, помощь, все там, я даже чуть-чуть носил и красил, но для меня это, наверное, самый главный опыт. И это вот сколько? Шесть лет к тому, чтобы прийти. И, может быть, в этом году я бы даже дальше пошел, что ребята были вообще абсолютно автономны. И я до конца, например, не знал, будут у нас афиши или не будут, будут у нас программы или не будет. В смысле, я и потом не знал, и сейчас не знаю, но я перестал уже спрашивать. Иногда спрашиваю, мне говорили, будет, потом говорили, не будет. Я говорю, ну, хорошо. В общем, для меня это, наверное, такой главный опыт. А второй, я бы сказал, я почувствовал очень сильную проблему отцов и детей, как ее, да, поколенческую. Потому что пришли люди, которые как будто бы нас не так сильно время разделяют, но ментально это пропасть уже такая. И я очень многому учился, о многом сейчас думаю, фестиваль уже начался. И как пример, это, например, отсутствие в этом году бумажных путеводителей, путеводителей в принципе, или текстов на выставке, где есть QR-коды. И вот это моя боль, там, и меня все спрашивают, моего поколения, где же бумага? Раптали. Вот, люди раптали. А молодое поколение говорит, так, а как же телефон? 20 штук. 20 штук. Ну, в общем, 20 штук путеводителей, кому надо, можете взять. Но у меня, в общем, для меня вот это один из самых главных результатов, что я, наверное, почувствовал себя, конечно, уже, как сказать, не на пике поколенческом, а все уже, понятно, что пришло совершенно другое технологичное поколение. Оно совсем по-другому думает. И отвечает на этот вопрос, что такое фотография. Я думаю, что сейчас вообще нет терминов говорить про фотографию. Просто вообще нет терминов говорить про фотографию, потому что она стала, она была всегда технологией, а сейчас она стала супертехнологией, где даже нет фотографа. И как вообще говорить про что-то, где нет создателя. В общем, нужно чуть-чуть подождать, посмотреть, потому что искусственный интеллект просто, мне кажется, сейчас подвинул просто все рамки. Вот. И эти люди в команде, они тоже подвигают рамки. И это для меня, наверное, такие самые тоже важные изменения. В общем, в этом году мы делали портфолио-ревью, и Андрей Леопольдович вначале весьма скептически относился, отнесся. Это подряд, я бы сказал. И как все три года ты относился скептически к этой идее. Очень. Вот, но по факту, в общем, портфолио-ревью прошло очень хорошо. Прошло хорошо. Спасибо. Вначале было так себе. Приблизительно, как Андрей Леопольдович думал. Но само портфолио-ревью, это очень круто. Вот. Я думаю, что это очень важно. Для меня вообще-то вдохновляет. Вот, а потом вдруг, когда я отрефлексировал и понял, что это важно, и нужно продолжать делать. И это, мне кажется, ну, на самом деле, наличие портфолио-ревью, это очень важно, потому что сюда приезжают не только, сюда приезжают в том числе и смотреть фестиваль, и смотреть работы белорусских фотографов, кураторы, директоры других фестивалей, с одной стороны, с другой стороны, это большая возможность для самих фотографов белорусских получить обратную связь и даже, возможно, рекомендации и приглашения на фестиваль. Вот, мне кажется, это такой выносит фестиваль из локального контекста в такой, в более глобальный контекст. Хотела буквально там в скобках добавить, то есть, приехали не только иностранные критики, приехали иностранные гости, приехали иностранцы из России, русские и украинцы. Ну, как бы, это про то, что действительно фестиваль, как и образовательный, да, некий компонент набирает вес в нашем ближайшем зарубежье, да, и сейчас, возможно, люди будут не только белорусские фотографы ездить, там, учиться куда-то в Литву, там, в Польшу, в Россию и так далее, но и наоборот будет происходить. Поэтому очень круто все-таки, что он случился. Я думаю, это очень важно. Я был скептичен по множеству причин, сейчас про них не буду говорить, а скажу спасибо огромное коллегам, белорусским фотографам и Жене, потому что я был уверен, что к белорусской части ревьеров никто не придет, ну, просто потому что зачем. А я оказался супер неправ. Ребята пришли, у нас были классные разговоры, и, конечно, это было не только про фотографию, это было и какие-то там даже про психотерапию были, и как делать проект и так далее. То есть для меня это было очень вдохновляюще, и было людей так много, что я даже с одной девушкой не поговорил, но мы с ней встретимся вот в Белостоке, она едет туда на портфолио-ревью в конце месяца, и мы там встретимся. То есть я был, как сказать, по-хорошему разочарован в своих коллегах, потому что я думал, что как обычно на фестивалях происходит, если честно, все местные фотографы хотят попасть к иностранцам, а все локальные ревьеры, они просто без никого. Потому что, ну, какой смысл, мы там завтра поговорим за кофем. А здесь это была такая потребность, и был очень классный разговор, очень такой обмен мыслями. Поэтому для меня вот эта такая горизонтальная история с коллегами была очень приятна, безумно приятна. Андрей, да, конечно. Я тут, я как зритель уже хочу сказать, что я очень рада, что образовательная программа, то есть лекция, это все как бы вернулось. Вчера была просто, ну, я прозрачу, что вчера была очень крутая лекция, просто очень крутая. Вот, и побольше, как бы, и в следующем году, потому что, ну, не знаю, вот, я получила просто огромное вчера удовольствие, вдохновение, и судя, вот мы тут обсуждали, и вчера тот-то был. Ну, очень круто. Так что больше лекций. Хорошо, давайте теперь про волонтерский блог отдельно. Наверное, может быть, Андрей, ты начни, расскажи, потому что, ну, кто-то тут же должен еще был быть, нет? И дадим слово волонтеру, я так понимаю, те самые волонтеры, которые встречали гостей с французским флагом, да? Да, меня зовут Ксения, я волонтере на месяц фотографий уже второй год. Подряд. Да, и в этом году, ну, как бы, волонтер может заниматься, ну, как бы, совмещать много чего, то есть можно и на монтаже красить что-то, и вешать фотографии, и фотографировать, и переводить, и встречать гостей. И это очень классный опыт. То есть, знаете, я сейчас сижу и делюсь такая, типа, как вот люди на семинары ходят и говорят, там, я заработала, там, столько-то денег, давайте я вам расскажу, как. А я не заработала ни копейки. Давайте расскажу, как. Давайте расскажу, как. У меня было суперкрутое волонтерство. Ну, давай скажу, что-нибудь. Вот, и в прошлом году тоже я, ну, как бы, француз приезжал фотограф Андре Перлштейн, и, так сказать, мне доверили его, я ему проводила экскурсию по экспозиции, и после этого что-то вот щелкнуло, и я понимаю, что это суперклассный опыт, то, что можно встречаться с разными людьми, и как-то ты даже сам вдохновляешься от этого. И в этом году приезжали девушки французские, организаторы французского фестиваля, я с ними провела три дня подряд. И они, вот знаете, самое теплое вообще прощание с французами, они уже, ну, как бы, мы сидели в баре вечером, держали меня за руку и говорили, что теперь у меня есть дом в Париж. Неплохо, да? Отлично. Андрея, скажи, пожалуйста, откуда ты берешь вообще волонтеров таких? Ну, скажи, откуда? Я вообще случайно попала, я просто на первое само волонтерство увидела в Инстаграме, вроде, ну, такой пост, ну, пост рекламный, типа, вместе с фотографией приглашают волонтеров. Я такая, ну, можно. Я просто волонтерю много где и на Справе фестиваль, и на нефильтрованном кино. Привет, Дина. Много где я подумала, что почему нет. Вот. А в этом году просто мы с Верой встретились на фестивале Справа. Я была после 10 дней жизни в палатке, такого немного бомжарского вида, и приехала Вера, и такая, ой, а что-то... Ну, мы встретились в очереди для мытья посуды, там стояли Андрей и Вера, и волонтеры уже покушали, а гостей еще нет. И мы стоим такие, она, ну, приходи на фестиваль. Ну, у нас есть две вещи. Первая, это вот, да, ребята, которые сами приходят после open call'ов и помогают, а вторая вещь, это... Андрей, ты можешь к камере повернуться? Это студенты ЕГУ, которые проходят у нас практику, и поэтому у нас есть такой, можно сказать, симбиоз тех, кто вынужден это делать, и они, конечно, супермотивированы, потому что им не поставят практику, и тех, у кого зов души, и те, кто хочет... И поэтому это все супермотивированные люди. И это вот такой рецепт простой. Сколько волонтеров было в этом году? Ну, вот там... Было заявлено 19, мне кажется, но вот 9, но в конце было 9. И это была суперпомощь. Мне кажется, в прошлом году было то же самое, да, если бы не ребята, мы бы вообще ничего не успели. Потому что в прошлом году была еще экстремальная развеска, было в два раза меньше времени, и мы там... И все форматы в большой объем. Да. Если бы не волонтеры, просто не было бы вообще ничего. Ну, да, например. Андрей, расскажи, пожалуйста, про юных волонтеров, которые заблудились просто в городе, не должны были приехать на эту встречу, но сели не на тот автобус. Откуда несовершеннолетних к труду? Это да. В общем... Вторая сенсация этого вечера. После отчества. Рабский детский труд на фестивале. Нет, это тоже зов души. Чьей души? Ихних личных души хотели. Нет, там маленькая мотивация небольшая, такая, как сказать, товарный обмен. И поэтому они пришли. А потом они сказали, нам же вообще не нужно никак компенсировать наше время. И я думаю, что я знаю ключ. Потому что меня не было в это время, но так как с одним из этих юных волонтеров, 12-летних школьников, хотел сказать, студентов, они работали в команде. Судя по всему, они не просто были очарованы атмосферой, они просто таки погрузились в это. Вот это уважение, раскованность, расслабленность и при этом работы. Но я думаю, что самое сильное это было доверие. Потому что то, что я слышал, они не верили, что какие-то взрослые, где-то, которые сидят обычно там на облаке, да, и рассказывают как. Им говорили, идите, сделайте это. Они говорили, в смысле? А вы что-нибудь там смотреть? Это же плакат нужно клеить на стену. Говорят, нет, идите. И, в общем, это был, наверное, такой очень важный для них урок доверия, который наверняка перерастает в собственную ответственность за результат. Но вообще, я думаю, что именно поэтому они до сих пор, они же просятся в Брест на фестиваль, там, ехать, работать, помогать. К жалкой они не пришли. И ребята занимаются в театральной студии. То есть для них это тоже очень важный опыт работы в очень вертикальной структуре, где есть руководитель, и на них можно кричать и говорить, как на сцене. А здесь такой совершенно другой пример абсолютно таких горизонтальных отношений, полного доверия и собственной ответственности за результат. То есть они знали, что вы их не контролируете? Такой на полноматке есть. И меня не было. Ну, я бы контролировал, понятное дело. Но опыт удался, в общем, да? Да, я об этом тоже очень сильно думаю сейчас. То есть для меня это такой, и сейчас идет процесс осмысления такого опыта. А вот если спросить про волонтеров еще, вот какое-то количество волонтеров, кроме Ксении, еще как бы остается там какой-то костяк? Может быть в следующем году еще их будет? Давайте я расскажу крутую историю про волонтеров в этом году. Представляете, у нас была 45-летняя работница в Вильнюсе. Она сделала визу и приехала сюда на неделю. И она работает в Вильнюсе на стройке. Она профессиональный маляр. И, конечно, она красила там в 4 или в 6 раз быстрее, чем все остальные. Да, то есть она просто брала и вот как белка, да, в мультиках Орехи. Вот так же она... И для меня тоже была таким просто магией, что вот она там в университете, в ЕГУ, да, не проходила практику. Я сюда приехала. И это был такой человеческий вообще пример, как можно строить свою жизнь. Вот приехать в другую страну. Она сделала визу. Представляете? А муж где сейчас? В Литве. Вот. То есть, представляете, какая у меня... Вообще, какая красивая история. 20 лет назад она вернулась и сразу за работу. Абсолютно бесплатную. Но она реально работала с утра до ночи. Это потому, что взрослый человек с огромным опытом, профессионал своего дела, и она просто приходила и... Андрей, наверное, последний вопрос от меня будет, и мы передадим вопросы в зал. Смотри, ты рассказал, чем ты доволен, что новое у тебя произошло в этом году и все остальное. Насколько ты доволен в этом году сотрудничеством с журналистами? У вас информационное партнерство, все остальное. А вообще, какие-нибудь истории ты сумел вспомнить? Я просила вспомнить какие-нибудь истории с журналистами, которые были. Ну, я думаю, что круче истории с моими соседями нету и родственниками, которые тебе звонят и говорят, еще репортаж идет, а тебе уже звонят на мобильный и говорят, ты по телевизору, я тебя вот вижу. Я думаю, что это самое важное, потому что это наделяет наши традиционные семьи смыслом того, что я делаю. Потому что непонятно, чем занимается человек, который не ходит на работу и развешивает какие-то рамки раз в год. А вообще раз в год. А это наполняет смыслом, вот как сказала моя соседка сегодня, я полную цитату привел, кстати. Она сказала, я видел тебя в телевизоре, значит, ты знаменитость. Точка. И я думаю, что это самое важное. Если говорить про журналистов, было очень приятно, у нас была куча телевидения. Очень много материалов выйдет, интервью. Вот Тоня, тоже интервью для Сити Дога, и мне сложно добавить. Но были, для меня было, а, вот я вспомнил очень крутой пример. У нас впервые репортаж и на Тутбаве, который информационный партнер, и на онлайнере одновременно. Я думал, такого не бывает. А в этом году онлайнер и говорил, что приходите в Вайнлайнсе, и потом сделал огромный фоторепортаж с открытия. То есть для меня это тоже такой был позитивный, фантастический опыт, не в себя себя, вот так даже. Обычно же, если те пришли, те ушли. А здесь вот абсолютно можно и так работать. Может быть, страна меняется, не знаю, но, в общем, очень здорово это. Разрушил миф соседки. Сколько времени заняла подготовка этого месяца? Вот просто по времени. От и до. Ну, мне кажется, я концепцию Андрею прислала... Я помню... Нет, нет, ну не так. Я помню, была зима, я помню, пошла по Петербургу, и было очень холодно. Это было... Только я не помню, это было конец 18-го или начало 19-го года. Все, дальше была подготовка. Ну, хорошо, тогда я скажу по-другому. Конечно, для меня фестиваль в каком-то смысле еще не закончился, а уже идет работа на следующем. Ну, очевидно, потому что нужно, так как то, о чем не хотел говорить, нужно говорить, нет бюджета и нет денег, а поэтому нужно уже сейчас разговаривать с ГИТ-институтом, с польским институтом, со всеми посольствами. Хотя бы, что фестиваль будет, и мы вам пришлем заявку, и поэтому они формируют, да, свои какие-то бюджеты, и говорят, что вот, мы вас тогда поддержим с привозом человека, с привозом выставки и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, работа идет сейчас, потому что если не сделать этого сейчас, то в следующем году, в январе и феврале, это уже будет поздно и бессмысленно о чем-то разговаривать. Поэтому фестиваль еще не закончился, а работа всегда уже идет над следующим. Спасибо. И, например, последний штрих про портфолио-ревью, да, девушки уехали, и они написали, и Тоне, и мне, что они в рамках своего фестиваля сейчас хотят сделать фокус, они раз в году делают такие вещи, и этот фокус будет Белоруссией, поэтому они хотят выбрать белорусских авторов, и, в общем, да, это такая просто вообще магия. Да. То есть, с одной стороны, мы все говорим, что у нас тут, ну, там есть пара фотографов, что-то делают, а потом приезжают, и вот такое, ты делаешь портфолио-ревью, я говорил, да, я так говорил, хорошо, я говорил, я не прав. Вот, если мы сделаем на Circulation такой фокус белорусский, это будет просто фантастика, потому что это реально очень крутой фестиваль в Париже, который концентрируется на молодых начинающих авторах, и ни разу там не был автор из Белоруссии ни одного. И для них это было тоже, вот мы с ним встречались в Париже, и мы говорим, как вообще, где ваши? Я предлагаю задать вопросы, у кого есть, поднимите, пожалуйста, руку, вопросы будут в микрофон. У меня вопрос к куратору прошлого года, к куратору этого года и к вот Андрею. Насколько вы сами считаете, вы реализовали, ну, можно по десятибальной шкале, чтобы было проще, те задачи, которые вы перед собой ставили? Ну, то есть, соответственно, в прошлом году и в этом году? Я могу начать. Я задам 10 баллов, понятно. Я серьезно, я думаю, что у нас очень крутой фестиваль. Я в смысле, потому что я езжу и вижу, что происходит. Например, в Киеве вообще нет фестиваля, в Вильнюсе он такой уличный, в Варшаве делает союз, поэтому он такой начинающий. И в этом смысле я безумно рад тому, что я вижу, что происходит у нас. У нас очень крутой, на данный момент сбитый, кураторский, с хорошей программой и вот уже с гостями и с программой. На этих фестивалях, например, нет кинопрограммы, а у нас уже есть кинопрограмма. То есть он настолько разросся в своих направлениях, что это такой, мне кажется, даже пример уже для наших соседей. Просто потому что наш фестиваль еще делает и премию фотографическую, единственную в Беларуси. И книжки издает для истории белорусской фотографии. Он не просто на месяц показывает картинки, а занимает такую, как сказать, нишу фиксации происходящего и создания истории белорусской фотографии. Я просто хочу сказать, что для меня этот опыт был новый в двух моментах. Первый – это я впервые как куратор работала с проектом, который я не отбирала. То есть это были отобранные проекты на тему, которые я, уже как куратор, должна была придумать, как это будет показано в связке с архитектором. И из этих проектов сделать свое, отобранных не мной, свое все-таки кураторское высказывание, потому что это не была техническая какая-то механическая работа. Плюс эти проекты существовали какие-то в виде книги, например, Стэнли Грин, но это превратилось у нас в визуальный проект. То есть я решала, какого размера, там был какой-то отбор, ну, вместе с Андреем, опять же, да, то есть в связке. Это первое, то есть это такого мне первый раз, потому что обычно я отбираю проекты, как бы, да, для своих кураторских проектов, это как бы понятно. Второй опыт, это я всегда обычно работаю с готовым пространством, ну, и я уже пять лет работаю с одним и тем же пространством, с Центром современных искусств, как бы, это готовая площадка. Там есть какие-то, понятно, манипуляции минимальные, но это впервые, когда, как бы, да, я работала с архитектором, и когда это было полностью выстроено, ну, как бы, пространство, да, специально для экспозиции. Вот. Я не знаю, мне нечем просто сравнивать, да, потому что, вот, я говорю, что это первый такой опыт, и по первому пункту, и по второму. Вот. Но я уже говорила, что мне кажется, что все было круто, я никогда не скромничаю, мне кажется, что все очень круто поработали, проекты были офигенные, ну, ребята, какие, какого, ну, какие проекты были, не знаю, и Кертис, и Грин, да, все, ну, как бы, все были крутые, на самом деле. То есть я всех авторов, как бы, да, все, которые были. Вот. Ну, я надеюсь, что эта задача кураторская, это все превратить еще в общее высказывание, да, вот, ну, надеюсь, что удалось. Это уже, вот, вам судить, как зрителям, не знаю. Вот. А мне все классно было. Ну, мне на самом деле не хватает дистанции для того, чтобы ответить на ваш вопрос, потому что фестиваль открылся пару дней назад, и, безусловно, мы все пребываем в легкой форме эйфории. Ну, потому что все открылось вовремя, все было прекрасно, было много людей, сразу после открытия фестиваля было портфолио-ревью, потом была лекция Симона Мейнера, теперь вот у нас заседание в пресс-клубе параллельно идет кинопрограмма. И, ну, понятно, что вот мы сейчас существуем в таком формате белочка в колесе, но только радостная белочка в колесе, которая очень довольна собой. На самом деле нужно, наверное, дождаться, когда закончится все для того, чтобы иметь какую-то дистанцию. Но пока я, на самом деле, очень счастлива тому, что Лера уже говорила, Валерия уже говорила о том, что мы, в принципе, реализовали ту задумку, которую хотели, более чем. То есть изначально была идея, и она практически не менялась, и наш финальный план, он, в общем-то, реализовался. Сейчас мне интересно наблюдать, как реакцию зрителя, и пока этих данных для меня недостаточно, чтобы сказать, считал ли зритель или зрительница ту информацию или те ходы, которые мы там заложили, и действительно ли там это было интересно, как-то повлияло, и все остальное. Поэтому мне пока мало дистанции для того, чтобы ответить. Я так, безусловно, в эйфории, но вы понимаете, потому что буквально несколько дней прошло с открытия. Спасибо. Кто-то еще хочет добавить из наших экспертов, спикеров, команды? Ну, тогда давайте поблагодарим команду Месяца Фото за их работу.